Дождь, ветер, жаркое лето в среду резко превратилось в настоящую осень, что правда не стало неожиданностью для жителей центра России. Все последние дни предстоящие ухудшения погоды активно обсуждалось как в СМИ, так и простыми гражданами. Не зря говорят, что дурные вести бегут, а хорошие плетутся, прихрамывая. Дикий интерес к не очень позитивным новостям у россиян – дело привычное. С чем это связано и почему именно плохая информация вызывает такой ажиотаж, выясняла Наталья Федорова. Американские исследователи из университетов Вашингтона и Левина, проведя ряд экспериментов, выяснили, что люди больше любят читать плохие новости. Аварии, катастрофы, банкротства – именно такие темы стоят в приоритете у жителей, причем не только из США. Это наш мозг, который инстинктивно выхватывает всю информацию, касающуюся обеспечения жизнедеятельности, безопасности собственной. И, соответственно, у предков наших было такое желание осматриваться по сторонам, что везде происходит. Сейчас мы не осматриваемся, а читаем новости, чтобы быть в курсе событий и обеспечивать безопасность себе и близким. Также интерес к негативному контенту бывает вызван и сравнением с собой. Человек, употребляя плохие новости, примеряет описанную или показанную ситуацию на себя. При этом он, ощущая себя в безопасности, понимает, что в его жизни не все так ужасно по сравнению с участниками происшествия. Этот же эффект присутствует при просмотре фильмов ужасов. А как относятся жители Верхневожья к таким новостям? Мы спросили у них самих. Стараюсь их пролистывать. А почему? Ну, чтобы не портить себе настроение. А как вы считаете, сейчас много таких новостей? Достаточно. Я тут недавно прочитала, что девочки изнасиловали и убили. Но не у нас в городе, а вообще. А как вы думаете, почему это интересно для народа? Да я не знаю. Что мы не так плохо живем. Называет большое обсуждение просто. В интернете, да, читаю. И много там новостей негативных? Много. Надо бы сортировать, конечно. Психологи также утверждают, что данными негативными новостями делиться намного интереснее, чем позитивными. Слышав плохую новость, человек получает информацию, которая в буквальном смысле слова разрывает эту реальность. Она переполняет его, вызывает желание стать ее участником, рассказав об этом другим. Показать свою осведомленность и значимость. Исходя из таких утверждений, невольно возникает вопрос. Влияют ли плохие новости на эмоциональное состояние личности? Все зависит от того, насколько человек потребляет такой контент. Если его много, то, конечно, нужно его ограничить. И всех у нас очень разная психика. Люди, которые более тревожные, им нужно ограничивать потребление такой информации. И, в общем-то, проверять то, что они читают. Но наполнение контента плохими новостями имеет и негативные последствия. Так, 62% респондентов исследования заявили, что после просмотра негатива у них появляется чувство безысходности, подавленности, страха, несправедливости, опасности и недоверия. Продолжение следует...